Яйценосность, конечно, сейчас упала, так как сейчас в приоритете поменять им оперение, то есть завершить этап смен перев на зиму, и обязательно в это время надо курочкам помогать. И вот с этого момента мы начинаем давать просто и подсолнечник. Вот так раз в неделю мы обязательно даем. Если возможность, могу дать два раза в неделю, когда идет ленька, подготовка. Нет возможности, значит, мы идем один раз в неделю. Молоденькая курочка, она будет у нас менять весной. Они вот только-только начинают, это ликбарчики, ну не чистая бара, тихо-тихо, только начинают местить. Доброе утро! Сегодня прекрасный солнечный день. Вот уже прошли первые заморозки у нас в регионах. Сейчас, хотя наступило вот три дня, у нас держится хорошая погода. Так, курочки наши начинают готовиться к зиме. Сейчас для курочек важно, чтобы они сменили свое оперение, чтобы у них появился пушок в зиме, чтобы было им тепло. Яйценосность, конечно, сейчас упала, так как сейчас в приоритете поменять им оперение. То есть завершить этап смен перьев на зиму. И обязательно в это время надо курочкам помогать. Как помогать? Во-первых, надо чуть-чуть изменить рацион кормления наших курочек, чтобы в рационе кормления был белок. Больше пропорции, чем раньше. Потому что оперение – это белок. Но что мы начинаем давать курочкам? Я серу, вот она, серая наша кормовая, мы ее даем постоянно. Но в этот период серая увеличивается в даче. Вот, она дается утром. Я даю утром сразу всю пропорцию серы. А вечером уже даю я только зерно им. Для чего нужна сера? Сера – это, во-первых, белок, который помогает преобразовывать в пище больше белка. Она улучшает оперение, кожный покров, курочек. И обязательно еще надо обращать внимание, чтобы у курочек перед зимним периодом не было паразитов. Как это проверить? Проверяется это легко. Если начинаете убой лишних курочек, потом, когда начинаете щипать, паразиты видны. Но мы обрабатываем курятник каждую осень. Еще я не обрабатывала курятник. Сейчас, в концу сентября, мы все вычистим, все обработаем, засыпем постилку, так как уже начнутся холода. Так, серый мы разобрались. Серу вообще надо давать постоянно курочкам, потому что перо у них меняется периодически, как и мы меняем волосы, постоянно выпадает каждый день. Но сейчас просто вот этот самый этап подготовки, который требует большего внимания. Чтобы получить зимой яйцо постоянное, нам надо позаботиться сейчас о наших любимых курочках. Так, что мы еще даем? Вот, видите, уже клюют. Вот у меня кормовая свекла. Я ее сажаю специально. Зимой мы ее трем. Сейчас, вот видите, они уже клюют, как говорится, сами. Если есть маленькая свекла, и вот верхушечки, сами стебельки, они все съедают. Свеклу кормовую мы сажаем уже давно. Она очень хорошо производится, хорошо хранится. Также она идет у нас кроликом. И зимой я ее тру на крупной терке. Это большое подспорье экономии, во-первых, для питания. И здесь очень много витамина. Витамин А, витамин С. Также она много очень калорий. Много свеклы, конечно, не даем. Но на день вот эту вот свеклу я им зимой, конечно, растираю. Они едят это с большим удовольствием. И мне хорошая экономия и подспорье. И вот с этого момента мы начинаем давать просто и подсолнечник. Просто потому, что у нас сезонная, она появляется вот только у нас сейчас в это время, можно ее купить в магазинах. Подсолнечник семя тоже. Оно, конечно, очень дорогое. Я пыталась заменить подсолнечник жмыхом. Но бывает жмых хороший, бывает не очень. Но, конечно, жмых я тоже зимой даю. Все-таки это белковая добавка. Я просто рассыпаю им по земле. Это в основном вечером. Это только сейчас вам показать. И они прекрасно это сплевывают. Чем еще удобно просто? Оно мелкое, они потом долго его ищут. И с ним будет. А, как говорится, куры заняты, есть не просят. Вот это я даю постоянно сейчас. В течение зимы я даю это обязательно тоже раза два-три в неделю. Но уже меньше в количествах. Просто тоже увеличивает пьесеносность. Я это проверила. Можете попробовать. Но именно вот это просто в шкарлупочке. Не очищенные. А вот полностью вот такое вот коричневенькое. Они прекрасно поедают. Мои курочки любят семечки. Тоже очень все любят. Семечки в большом количестве тоже давать нельзя. Потому что они жирные. У них очень много тоже разных витаминов. Но куры могут ожирить. Но так как у нас семя дорогое, много мы его тоже не можем позволить. Еще своих курочек мы балуем раз в неделю. Сейчас я покупаю свежемороженую хамсу. Маленькую. Размораживаю ее. Могу запаривать, варить, перемеясь с отрубями. Могу просто рассыпать ее. Но только рассыпать всем, чтобы всем хватило. Вот это обязательно раз в неделю. Зимой я тоже балую так своих курочек. Поэтому зимой даже в минус 30 в этом году у меня не было проблем с яичками. Сейчас я покажу, как моя курочка едет хамсу. Она недорогая. Она где-то у нас рублей 60 килограмм. Поэтому можно себе позволить раз в неделю дать им килограмм рыбы. Для того, чтобы с яичками. И курочки были здоровы. Это большой состав белка в хамсе. И вообще там же находится рыбий жир, который полезен. Я пыталась рыбий жир добавлять в воду. Но я считаю, что это не очень эффективно. Потому что они воду быстро пачкают мои именно курочки ногами. Получается, рыбий жир уходит просто в никуда. Вот смотрите, видите, кричат курочки, уже смеслись. Они у меня недельки-полторы отдыхали. Вот комса. Видите, я ее просто размораживаю. Можно, конечно, ее делать и с отрубями. Но я ее вот так потом вечером. Сейчас я нет. Сейчас они уже поели у меня. Видите, они прекрасно ее съедают. Тут она разбрасывает в разные стороны, чтобы им всем хватило. Им много не надо. Потому что она тоже питательная и жирная по своему суставу. Им этого хватает. Вот так раз в неделю мы обязательно даем. Если возможность, могу дать два раза в неделю, когда идет ленька, подготовка. Нет возможности, значит, мы идем один раз в неделю. Сейчас еще поговорим о других добавочках, которые я использую уже не один год. Здесь вот у меня, видите, молодые курочки. Молодые курочки первый год линяют весной. Старые курочки сейчас уже, которые прошлогодние, они сейчас уже готовят свое оперение к зиме. Так, чем что еще добавляю? Вернее, сейчас надо сделать приоритетный белок. Но главное не переборщить. Белок, горох. Горох я даю также им в зерно-смеси. Но сейчас, вот именно в этот период, октябрь, я горох запариваю. И даю горох запаренный, тоже рассыпая по земле. Вот. И они прекрасно это склевывают. Не в мешанке. Не добавляю, а рассыпаю, чтобы им было заняться чем. И они склевывают. Еще у нас, мы думали, когда вот забиваем птицу, туда девайте это перо. Мы сначала мульчу его складывали, а потом как-то просто высыпали перо. Полностью, вот ведро, что вы ощипали, перья хвостовые, перья с крыльев, поры все съедают. Это очень хороший витамин для них, очень хорошая подкормка. Можно еще также добавлять мясокосную муку, рыбную. Но я вот все-таки, рыба все-таки лучше. Она все-таки живая, как говорится. Что добавляется в рыбную мясокосную муку, теперь тоже неизвестно. Все как могут, уменьшают свое. себестоимость продукта. Поэтому я покупаю лучше рыбу. Ну вот мои курочки. Конечно, сейчас трава, прополка идет. Все, что можно. Вот видите, ботлинник. Они прекрасно скушивают. Тыквы у нас. Все, что можно. Сейчас я вкладываю курочкам, даю, чтобы они хорошо завершили свою линьку, чтобы у них было хорошее оперение. Они набрались витаминов. Вот. Видите, курочка. Видите, молоденькая курочка. Она будет у нас менять весной. Они вот только-только начинают. Это легбарчики. Ну, не чистая борода. Тихо-тихо. Только начинают нести. Тихо-тихо-тихо. Видите, у них перышки какие-то. Хорошенькие. Да. 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 И вот сейчас все надо сделать, чтобы куры не ушли в холодное время года голыми. Но у нас такое бывает редко. В основном, если я вижу, что курица плохо-плохо линяет. Ну, бывает. Это же бывают ошибки. Бывают куры, как говорится, не бывает ничего идеального в этом мире. Мы ее просто убираем. Потому что зимой все-таки холодно. Когда начинает минус 10, минус 20, для курочки, конечно, холодно. Сырай у нас не обогревается. Сырай у нас простой, как видите. Вот, мы его потом, я покажу, как мы его обрабатываем. Вот, курочки находятся всю зиму там. На выгул они, когда снега много, сюда, конечно, не выходят. Когда есть у нас крыша, они гуляют здесь спокойно. На улицу я им просто так не... Они у нас не выходят. Ни в огород, ни на улицу. Ну, вот такие способы мы используем, чтобы курочки хорошо перелиняли, чтобы они хорошо себя чувствовали. Но вот будут вопросы, задавайте. Всегда ответим. А сейчас пойдемте посмотрим нашим бролером, которым около двух месяцев, которые скоро будут готовы к запоям. Ну, вот смотрите. Вот этот петька весит живым весом. Вот сейчас мы взвешивали 4 килограмма. Там с хвостиком. Им где-то, точно не помню, но 2 с копейками, потому что мы их вывели где-то в июне, августе, еще сентябрь только начался.